Началось голосование за проекты, которые войдут в программу НАО-100. О старте голосования, которое проходит на платформе «Народный контроль» и продлится до 15 января 2020 года, объявил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Проект НАО-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории региона национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. Участники проекта на первом этапе внесли 191 инициативу. После обработки предложенных проектов модераторами Народного контроля повторяющиеся инициативы были объединены, что привело к сокращению общего числа проектов, внесенных на голосование. Например, касается, например, дороги в Тельвиску. Таких проектов было пять заявлено от жителей. И, естественно, было бы логично их объединить в один проект, чтобы это было удобно жителям голосовать не за каждую дорогу, а именно заодно она будет объединена. Из пяти проектов она стала одним. Поэтому получилось из 191 175 проектов. Все проекты поделены на 12 категорий. Транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. Наибольшее число проектов, предложенных к реализации, относятся к вопросам благоустройства территорий и создания комфортной среды для проживания. Голосовать можно не за один проект. Главное здесь – это один голос, один проект. То есть, если жителю понравится несколько проектов в различных категориях, вы можете голосовать хоть за все 175 проектов. Главное, в каждом проекте будет ваш голос учтен. Для того, чтобы отдать свой голос за тот или иной проект, а может быть и за несколько, сразу необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуги. Голосование проходит на платформе «Народ-83». Для того, чтобы оставить свой голос за понравившийся проект, необходимо зайти во вкладку «Нао-100», пройти в раздел «Категории», выбрать необходимый вам проект и нажать кнопку «Проголосовать». Инициированный губернатором Александром Цибульским проект «Нао-100» формируется на основе предложений жителей региона. Наполнение будет зависеть от результатов голосования, которое продлится до 15 января 2020 года.